Привет, ребята! А давайте с вами нарисуем нос. Загражу референс как контрольное изображение, чисто чтобы подсматривать. Нос будем рисовать в таком полуреалистичном стиле, не слишком проработанном, потому что будем экономить время. Беру любой карандаш, в моем случае это бледный. Предлагаю начать с симметрии. Можно еще поставить сеточку, но пока не будет. Я знаю, что многие предлагают рисовать нос через вот такие вот кружочки. И да, довольно это удобно для новичков. То есть сразу у тебя получается нос. Если вам такой формат нравится, пожалуйста. Я люблю рисовать нос в анфас через симметрию. То есть примерно на равное расстояние я рисую две дуги. Потом я рисую выходящие из-под нее две дуги. То есть вот так вот. И, грубо говоря, выходящую с другой стороны одну дугу. И потом поднимаю это все тоже одной дугой. И здесь также рисую две дуги, которые как бы этот нос добавляет ему объема. Дальше уже рисуешь там наверх. И здесь где-то заканчивается. Если нос нужен, вот как у девушки, да, такой вздернутый, когда ноздри хорошо видно, я продлеваю вот эту вот часть. Вот так вот. А если не нужен, то, соответственно, он закрыт. Да? То есть ничего не продлевается. Потом здесь немножко ноздри затеняю. Самая темная у нас вот тут. Здесь будет светлее. Поэтому воспользуюсь резинкой с просачиванием. Так. И штриховкой. То есть по факту я сейчас штрихую не как правильно штриховку, то есть не по форме, а просто показываю вам. Давайте покажу другой кисточкой. Ход раунд. Темные места. Да? Чтобы вы не перепутались с штриховкой. Штриховка должна быть по форме. Обязательно Давайте карандаш. Вернемся к карандашу. Тень под носом. Не забыть. То есть она примерно, ну, той формы, которая у нас нос. Вот так вот. Смотрите, уже какой-то, какой-то, какой-никакой носик, да? То есть вот мне так рисовать быстрее. Это мой стиль. Это не реализм ни в коем случае, да? То есть его можно еще прорабатывать год или два. Вот. Но уже похож на нос. То есть тут у нас будет спаденка над губой и, возможно, сами губы. Если мы уже захотим. Так же пылочками. Ну, я бы не стала какую-то улыбку делать. То есть вот. Если хотим больше плистичности, то начинаем размывать. Для размытия я беру кисточку Close Shader. Это моя любимая кисточка. И мягкую кисть. Это моя вторая любимая кисточка. И добавляю носику объем. Только тут уже не забываем про тени, которые внизу носа. Так. Возьму мягкую кисть. Это Soft Air Brush, просто у меня Soft Air Brush не работает. Он немножко ключный. И добавляю здесь. Так. Если не хватает черноты, то ее можно всегда добавить. И размазать тоже можно. Вот, пожалуйста, очень быстро сделали нос. Дальше можно тут немножко подстереть. На самом деле не подстереть, а нарисовать лучше белыми неяркими линиями блики. А дальше симметрию убираем, потому что блик в любом случае будет ярче с одной стороны. Немножко выделяем над ноздрями место. и если есть, то под ноздрями. Ну, как бы под темными вещами, если заворачиваться. Под темными вещами. Ну, под темными местами, вы поняли. Так. Немножко решил подключить Infinity Painter напоследок, но это я упрощаю. Он редко занимается такими вещами. Так. 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 Ой, хотела добавить блика. Ну, в общем, я думаю, что понятно, блик лучше добавлять не карандашом, а вот этой же ручкой Hard Round. это все стандартная ручка. Давайте я затру губы или дорисую. Все же. Здесь симметрия где наша. вставлю снова симметрию. Так. Беру кисточку Hard Round, чтобы обозначить тени. Обозначила, так обозначила. Так. Опа, опа. Закрашиваю. Здесь та же история. Тени у нас вот тут вот. Здесь основная. Здесь побочная. Дальше. Ой, сначала я кисточкой Hard, ой, Cloud Shader работаю, а только потом прекрасной мягкой кистью. Растираю круговыми движениями по направлению вниз. так, лишнее сотрюм. Достающее дорисуем. конечно, симметрия это не самый лучший друг динамичного рисования, но в таких случаях для тренировки может вполне себе подойти. можно взять снова длинный карандаш, пройтись по детонам, мягкая кисть возвращается в строй, потому что метр надо брать, потому что с одной стороны чуть больше. так. В общем, чтобы не получить такого уродца со сшитыми губами, нужно долго-долго и тоненькой кисточкой прорабатывать вот эти вот штучки. Тоненькой кисточкой, да, вы поняли? Вот, но мне сейчас лень, поэтому я просто перейду на стиль фэшн. Это когда вот так вот делаешь, видите, с помощью close shader. Их растираешь. Ну ведь не close shader, да, и поэтому ничего не получилось. Сейчас еще разочек. Вот, close shader их растирает. Вот такая вот интересная вещь получается. Если честно, губы мне хочется делать посветлее, но уже не получится, потому что время поджимает. Делаем контур с белого карандаша, сколько у нас все-таки карандаш тут фигурирует немножко. Можно даже немножко губки приоткрыть, ну чисто так, для поржать. Для чего губки еще приоткрываются. Добавить вот таких вот штучек. Но это, конечно, уже я страдаю рудой, то есть делать это не обязательно. И вообще губы сегодня обязательно, потому что я вам нос хотела показать. Так. Но получилось прикольно, на мой взгляд. Это супер-быстрый мастер-класс я сделала. Вот. Но мне понравилось. Мне кажется, даже губы нужно увеличивать по сравнению с носом. Может, как-то так. Ну, если честно, я не вижу лица за всем этим, поэтому не могу сказать, мало это или нормально. В общем, все равно, мне кажется, по-моему, это очень прикольно и довольно быстро. Я не знаю даже, как это у самой меня так быстро получилась обычная погода. Вот такая вот штука у нас получилась. Можно подложить интересную текстурку и все. И экспортирует. По-моему, очень прикольно. Ну, я, наверное, оставлю. Добавлю немножко подписи. В общем, на этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было хоть немножко полезно. Пока-пока.